Сарга 21. Исследование знания. Васиштха продолжил. О, Рама, всегда будь знающим джняни, а не любителем знания. Я думаю, что даже невежа лучше, чем любитель знания. Рама спросил, кто такой знающий джняни и кто любитель знания? К чему приходит знающий и любитель знания? Васиштха ответил. Тот, кто изучает писание ради удовольствия или заработка как ремесленник, не стараясь практиковать знания, называется любителем знания. У кого знание не отражается в действиях, потому что используется как ремесло для зарабатывания на жизнь, тот называется любителем знания. Тот, кто удовлетворен только одеждой и удовольствиями, получаемых с помощью знания, тот любитель знания, притворщик, объясняющий писание как ремесло. Тот, кто следует указаниям писания и действует в соответствии с дхармой, тот называется другом знания из-за близости к нему. Только знание своей природы считается настоящим знанием, другие знания – только видимость знания, потому что они не пробуждают к сути. Кто, не имея знания своей природы, довольствуются обрывками знания, те называются любителями знания, притворщиками, увы, их действием. Пусть твой разум не будет удовлетворен, пока не осознает спокойствие и величие изначального знания. О, Рама, не погружайся в удовольствие мира, став притворщиком и любителем знания. Пусть стремящийся к освобождению, работает для пропитания. Пусть действует в соответствии с писаниями для поддержания жизни. Поддержание жизни необходимо для понимания, и понимание истины освобождает от страданий. Такова Сарга 21, исследование знания 2-й части, книги 6-й, об освобождении Маха Рамаянны Шри-Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Продолжение следует...